итак 13 серия москва иркутск листвянка ночевка была в омске на карте можете посмотреть где курсор движется по карте видно как появляются зеленые круги вот это это битые места файла поэтому они будут пропущены вырезанные пропущены ночевка повторю в омске на площади торгового центра но там несколько гипермаркетов лента потом континенталь хорошая площадка асфальтированная то есть вполне комфортно можно остановиться и заночевать продолжаю отвечать на некоторые вопросы которые поступили критику воспринимаю очень положительно потому что она на мой взгляд способствует только улучшению канала вопрос обмельчал канал порадовал в какой-то степени что вот оказывается него была еще и глубина ладно не об этом разговор значит что к этому времени придумал нужно выходить на международную арену размещать видео трассах россии о природе россии на ресурсах других стран и вот сейчас пока остановился на поднебесной на китае обдумываю такой вопрос как бы разместить уже имеющиеся видео архив огромный на ресурсах китая как известно в китае нет youtube закрыт там блокировано но что-то аналогичное там есть ну два варианта первый значит на имеющихся ресурсах наподобие этого в китае и и второй вариант это создание своего сайта на территории китая где будут размещаться эти видео ну во-первых какая цель это проинформировать китай что дороги в россии вполне приемлемые хорошие что на дорогах безопасно что развита инфраструктура и те кто пожелает отправиться из китая в россию в москву в частности на своем автомобиле то могут визуально не со слов своими глазами посмотреть как все в россии обустроена какая в россии природа как в россии красиво одно дело пролететь на самолете несколько часов из пекина в москву и другое дело проехать на автомобиле совершенно другая история совершенно другое восприятие совершенно другие впечатления уже веду переговоры с китайцами чтобы они комментировали на китайском языке эти видео ну где-то буду может быть вставлять свои комментарии и на русском языке но первоначальный наверное первая ступенька будет это москва из окна автомобиля сейчас намерен создать такую подборку видео посмотреть на москву из окна автомобиля они возле станции метро с подробными комментариями какая дорога что рядом находится видео будет как в темное время суток так и в светлое чтобы в полной мере ощутить красоту города по всей вероятности это видео будет эта подборка будет размещена на аккаунте видео дорог 2 без ускорения иногда с реальным звуком иногда может быть оригинальное аудио замещать музыкальными композициями вот такие вот намерения на ресурсе в китае если будет организован такой сайт или воспользуюсь аккаунтом китайского ресурса то он будет по всей вероятности платным потому что надо будет оплачивать хостинг хост не знаю как правильно сказать вот будут затраты и они потребуют каких-то вложений вот такие есть намерения такие есть планы вы видите что на видео это стоянка я уже говорил гипермаркетов в городе омске после короткого приготовления оборудования и прочего начать начнется движение в сторону новосибирска путь который будет пройден в этой серии в 13 серии 269 километров средняя скорость 54 километра но это с учетами стоянок на заправке короткие остановки для отдыха вот из-за того что много битых файлов которые пришлось фрагменты которых битые фрагменты которых пришлось удалить время в пути больше пяти часов поскольку еще видео ускорено в три раза то в общей сложности появляется в общей сложности время это будет где-то час десять наверное серия длится так что еще не забыть да кстати те фрагменты где более-менее длинные участки не битые на видео я буду стараться привязывать к реальному аудио то есть то что происходит в салоне автомобиля комментарии ведущего водителя ну и может буду вставлять какие-то свои реплики так это омск что-то 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 Улица Иртышская набережная, с правой стороны река Иртыш. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости, ограничение 60. Движение по улице Иртышская набережная, с правой стороны река Иртыш по ходу движения видно, движение по улице Иртышская набережная. Небо в облаках практически не видно, голубого неба, но настроение все равно хорошее. Насколько возможно стараюсь вытащить реальное аудио и привязать его к реальной картинке. Жалко, что много битых файлов, к сожалению. Это, на мой взгляд, одна из самых неудачных записей. Так, покидаем потихоньку Омск. А, да-да-да-да, Анатолий, здравствуйте. Какие-то разговоры деловые. Так, это неинтересно. Так, впереди развязка, сейчас движение идет по улице. Чирлакский тракт. Впереди развязка, южный обход Омска. На южный обход Омска. Осторожно, дети. Ограничение 40. Тракт. Трасса Иртыш. И движение в сторону Новосибирска. Трасса Иртыш. С левой стороны Ракикинка, населенный пункт. С правой стороны у дороги Светлый. Трасса Иртыш. Трасса Иртыш. Трасса Иртыш. Условия движения вполне комфортные. Условия, нет. Трасса Кормиловка, находится в Омской области. Основан в 1896 году. Рабочий поселок с 1960 года. Население растет. Да. Да. Таким образом, вначале был Корниловский район, хотя вряд ли это гипотеза правдива, так как деревня Корниловка, название которой связывают с именем белого генерала Лавра Корнилова, расположена в 8 километрах к западу от поселка, тоже на левом берегу Ами. 30 августа 1896 года открыта станция Корниловка на Транссибирской железнодорожной магистрали. Эта дата является датой основания поселка. Постройка сибирской железной дороги должна была вызвать внимание и интерес к креселинческому делу. Объединенные крестьяне из Новороссии и центральных черноземных губерний Курской, Тамбовской, Орловской, Черниговской, Тульской, Рязанской Бежали от непосильных налогов и селились на свободных сибирских землях. Так появились первые поселки Аксаковские 1894 года, Новороссийка 1895, Никитина 1895, Ивановка 1888, станция Перестаница, Кормиловка 1896 и прочие. Несмотря на близость Омска, станция Кормиловка служила местом отправлений грузов в Ревель, нынешний Таллинн, Калибаву, европейскую территорию до 12 тонн пшеницы. Гражданская война требовала внутри Сибири особенного административного аппарата, который бы смог справиться с экономическими задачами, возникшими в Сибири. Поэтому в конце 1922 года в Омской губернии начались подготовительные работы по низовому районированию, направленные на укрепление полостей. И длилось оно до 1 апреля 1924 года. Около полутора лет. На 1 февраля 1924 года население в районе составляло 30 755 человек. Главное занятие населения – сельское хозяйство. 2 января 1935 года Кормиловка стала центром образованного Кормиловского района. В него вошли 82 населенных пункта, 3 МТС, 3 совхоза. В 1932 году на территории района было создано 64 колхоза. Творческий труд и учеба советских людей были прерваны вероломным нападением фашистской Германии на Советский Союз. Действующую армию из Кормиловского района было призвано 4342 человека. С первых дней Кормиловцы воевали практически на всех фронтах. От Черного моря до Заполярья. Участвовали в обороне Киева, Минска, Смоленска, Харькова, в битве под Москвой, в обороне Сталинграда, в битве за Кавказ, в Бурской битве и прочих операциях и битвах. Особая страница в истории Кормиловского района периода Великой Отечественной войны. Героическая работа его трудовых коллективов. На стенах Кормиловского мемориала победы золотом высечено около 2900 фамилий. Это те воины, на которых получены похоронки без вести. Без вести пропало в годы войны 1282 человека. Были расформированы МТС. В колхозах появилось больше техники. Превзойден довоенный уровень посевных площадей. Особенно росли посевные площадь обхода освоения целины. В январе 1960-го население Кормиловки превысило 5000 человек. И указом Президиума Верховного Совета РСФСР село преобразовано в поселок городского типа. Впереди Калачинск. Траста Иртыш. Р-200. Давайте немножко поизучаем город, который впереди у нас Калачинск. Основан в 1794-м году. Первое упоминание о нем в 1795-м. Прежние названия Калачики Калач. Городом стал в 1918-м году. Население растет на 2017-й год. Население 22781 человек. Название жителей Калачинцы, Калачинец. Че, все что ли? История. 18-й век. Первую разведку территории вдоль реки Ами произвел в 1755-м году прапорщик Устников. В 1767-м году начальник инженерной экспедиции Сибирского корпуса генерал-майор Малума впервые называют озеро Калачиками, что представляет собой метафору, обусловленную формой озера. основание деревни Калачики было документально зафиксировано ревизской сказкой 26 января 1795-го года. В то время в ней уже проживало 14 семей Сейчас мы обойдем колонну Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости Ограничение 90 14 семей насчитывавших 130 человек Дата основания деревни Калачин будет с левой стороны по ходу движения Дата основания деревни точно неизвестна Приблизительно в 1783-м 1794-м году Между ревизскими сказками Официально считается Дата основания весна-лето 1794-го года Первые дома были поставлены на крутом берегу реки Омми Чуть ниже образованного ее старым и пустом озера Калач Развитие деревни Калачики шло медленно так как вокруг уже были или вновь заводились небольшие деревеньки города развернулось в конце 50-х В 1958-59 годах ведется строительство пищекомбината пивзавода кондитерской фабрики комбината бытового обслуживания В 1961-м году построено здание СПТУ В 1966-м построены мост через Комь здание Дома Советов Производственный корпус мех завода За восьмую пятилетку 66-70-х года введены в эксплуатацию хлебзавод путепровод здание автовокзала кинотеатра почтамта хазмага книжного магазина санэпидемстанции В 1971-1973 годах возведены обувная фабрика элеватор цех по сборке транспортеров на мех заводе Калачинск располагает комплексом специализированных организаций способных возводить жилье жилые дома строить большие капитальные сооружения дороги и тому подобное 21-го санэпидемстанции 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 век район имеет развитую сеть лечебно-профилактических учреждений здравоохранения активно внедряются современные методы диагностики и лечения заболеваний совершенствуются лапароскопические операции татар татарск 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 у нас находится уже в новосибирской области области санэпидемстанции санэпидемстанции новосибирской области является городом с 1911 года основан вообще в 1894 году население на 2017 год сократилось и составляет 23 тысячи 956 человек название жителей татарчанец татарчанец татарчанка татарчанка до 1917 года появление города связано со строительством транссибирской магистрали в конце 19 века при строительстве железной дороги в 1894 году образована станция Татарская получившая свое название от расположенной в двух верстах от станции деревни Татарка в Казаткульской области и Хаинского выезда Томской губернии в Новосибирской области у нас приличное количество камер и поэтому ехать будем в пределах получения штрафа деревня Татарка названная в честь первых жителей была основана в 18 веке по одним данным в 1733 в 1935 годах при строительстве московского тракта по другим в 1790 году пристанционный поселок быстро разрывался за счет постоянного притока переселенцев Татарск стал первоначальным пунктом для переселенцев в нем разместилось управление южно-каинского переселенческого подрайона при котором находил находились врач столовая и два барака в котором проживали от 300 до 800 ожидающих отправки в новом месту жительства переселенцев в 1800 году по указу императора в Татарске была построена однопрестольная Михаила Осторожно дети ограничение 90 А в 1900 году была построена еще одна церковь Христорождественская Осторожно дети ограничение 90 В период столыпинских реформ приток переселенцев увеличился и к 1911 году Татарск превратился в солидный торговый пункт с численностью постоянного населения 4500 человек в связи с ростом поселения все острее становились проблемы водоснабжения медицинского обслуживания и отсутствие полиции с целью решения этих проблем а также для развития торговой деятельности населения Татарска в первую в первую очередь купцы обратились с ходатайством по преобразованию высочайшее появление по преобразованию поселка в безуездный город Татарск Томской губернии с упрощенным городским управлением преобразование города была проведена граница между татарском и селом старо-татарским и здание принадлежавшее купцу Лушникову и старости Кожину оказались на территории старо-татарского купцы написали жалобу и дали взятку на сумму тысячу рублей чиновнику Лихачеву после чего были внесены изменения в проект городского плана включившие поместье купцов в черту города помощник городского староста заведующий полицейской частью заведующий переселенческим под районом инструктор послоделия лесничий акцизный чиновник инструктор городских училищ начальник почтово-телеграфной конторы два мировых судьи пятого и седьмого участка агент страховых обществ в 1912 в 1912 в 1914 годах у вас в центральные районы России до 300 тысяч кутов мяса масла неудачно два километра налево ну ну неудачно так неудачно так давайте тяпаем фуру и продолжим изучение татарска так объем поставок хлеба составлял свыше миллиона годов хлеба в год крупными кульцами считались братья сосновские мариупольские желтовые бородин терехов цыпис гусев глушников мацкарев малыгин братья шайхулины касперович и другие в городе развивалась пищевая лесная и другие виды промышленности братья желтовые имели маслобойные заводы и держали монополию на торговлю лесом и пиломатериалами купец малыгин владел маслобойным и кирпичным заводами кирпичные заводы также содержали купцы гусев кирпичен кирпичным и кишел и кирпичем купец чернов имел паровую мельницу в городе, сгоревшую в 1963 году и две ветряные мельницы в деревне Татарка. Еще одна паровая мельница, располагавшаяся на берегу озера Татарское, принадлежала купцу Прадеру. Купец Шпигельман содержал электрическую мельницу. Самый крутой еврей. Электрическая мельница у всех. Водяные, ветряные. У этого товарища Шпигельман электрическая. В городе было два мыловаренных завода. Один из которых принадлежал компании служащих Шатиной, а другой помощник у городского старосты Кузьмино. Купец Гусев в 1912 году построил коммерческий клуб с рестораном, в котором после революции разместился кинотеатр имени Горького. Снесен в 1980-х годах. Купцы Шпигельман и Цибис соорудили купеческое здание, в котором в советский период разместилась кастроном хлебопекарня. Скрытых видеокамер как грязи. Куда отлетишь, блин? Сто раз говорил тебе об этом. Продолжим. Так. Разместилась к астрономам хлебопекарня, затем оборудован гарнизонный клуб, а позднее магазины, прозванные местными жителями Три Поросенка. Купец Слушников построил магазин скобяных товаров с натворной постройкой, в котором в настоящее время располагается магазин Старая Почта. Еще один обгон. Да обгоняешься, блин, как придут письма счастья. Так. В 1913 году переселенческое управление направило в Татарск два автомобиля, которые стали одними из первых автомобилей в Томской губернии. В декабре такта Татарска 23, Чанны 80, Новосибирск 479. В декабре 1917 года быстро растущий город по решению Совета Народных Комиссаров Советской России стал центром Татарского уезда, вновь созданного из западных полостей. Субтитры Insurance principalmente Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну так все средние, есть разбитые, есть хорошие Да, давно уже Да, не, ну ты не забывай про разницу во времени У меня сейчас сколько, как сейчас, подожди, у меня Третий час дня Минус четыре часа Ну так, у меня два, у вас десять, какой двенадцать Ну, у вас около десяти утра Ну, возле магазина Ну да, да Ну да, да Да? Ой, не помню, ну четыреста, не, четыреста с чем-то Я до этого до Барабинска еще не доехал До Барабинска не доехал еще Меньше ста, да, километров восемьдесят, наверное, до него Сейчас вот впереди Впереди какой-то указатель, посмотрю Камер я знаю, я с соблюдением еду Не, 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 не только указатель Ну, в общем, не знаю, километров четыреста с чем-то, наверное, до Новосиба Нет, в Кемерово, в Кемерово Да, доеду сегодня до туда Ну да Ну да Ой, я по-другому сбрасываю Я ставлю обе на переброску Что не удаляет Ничего она не удаляет Я обе ставлю на скачивание И, ну, подожду немножко там до одной трети, наверное И все, и положусь отдыхать Вот, единственное, вчера Ну, эта ошибка довольно-таки быстро, как раз до одной трети выявляется Если всплывает какая-то ошибка по какой-то причине видео не удается перебросить Он выдает ошибку и с этого момента Сейчас, подожди, я на обгон пойду Перестает, теперь перестает перебрасывать Вот, вчера тоже такая ситуация была Первые, так, до Новосибирска 381 Вот, первые два видео почему-то не перебросил Один Одно видео из того, где я разговариваю Внутрь мне гаишник тормознул Попытался у меня что-то там получить правило То, что путевой лист у меня должен быть еще что-то Я ему в ответ по закону затер, что Путевой лист необходим при... Если человек работает на автомобиле Если он перевозит пассажиров Ну, такси, там деньги за это получают Или, если перевозит опасные грузы Я хочу в Иркутске Ну, в общем, этот Отдал мне обратно документы Со словами, путевой лист все равно должен быть Короче Вот Да, и что я начал рассказывать Да и как раз это видео было со второй карты Первое, второе Второе ходил ко мне Я ободу сказал Блин, иди нахрен отсюда Я не знаю Получилось не будет это так Я сказал не так Я вот просто не помню дословно этот момент Или лети нахрен отсюда Что-то такое Ну, не знаю Ну, не знаю Вот нужно будет посмотреть Так я сказал не так Может у меня в голове это было Но... Блин, они реально Они останавливают машину в таком месте Где я открыл окно Пока с ним общался Ко мне овотов До штук семь Наверное Залетело И причем такой еще Лошадиный С руку размером Вот я их там выгонял И ему даже еще сказал Блин, ну вы нашли место Где остановиться А еще Когда выгонял овота Попал по нему По оводу Так получилось Что шурнул В общем Какие же Короче Нормальная такая остановка была Да нет, да я не истин А нафиг надо было тормозить Вот он все машины пропустил Меня Ему надо было тормознуть Может быть я у него Подозрения вызвал Потому что Нет, он московские номера не видел Навряд ли он их видел Обратил на них внимание Я думаю, что Я привлек его внимание Тем, что ехал С пенсионерским стилем вождения Так как у меня До ближайшей заправки Топливо было Прям Прям впритык Так Все Я разберусь Давай Не надо Вот И этот Все Все равно Я пока У меня было Запас На 11 км А пока Я этим стилем Доехал Я увеличил до 40 км Приехал на заправку У меня еще на 40 км Было Я же в конце концов Не где-то там в тайге еду Где забрал Вот Ну я думаю, что вот этим Вот Привлек его внимание Он решил меня тормознуть Ну Тормознул Ну давай пообщаемся Короче На 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 Короче На Послал О Ваши Мологи Еще Законом Получил Вот Вот как понятно из разговора, уже проблемы были обнаружены с тем, что не все файлы перебрасывались на внешний жёсткий диск, битые файлы. Ну, неизвестно на самом деле, что про меня еще напишут, потому что, ну, посмотришь потом. Впереди камера, ограничение 90. Участок от Омска до Новосибирска, примерно 300-400 километров. Вот, упрямолинейный. Ну, какой? Третий день, вторая карта, вторая серия, по-моему. И впечатление обманчивое, то, что дорога не контролируется и так далее. Много скрыт. Пробовал, по-моему, его. Пробовал я, ну, привычка такая, перед тем, как удалить, попробовать, знаешь, там, дать последний шанс. Но почему-то не получилось. Не знаю. Я не знаю, что это такое. И видео, блин, ну, не знаю, приедем, будем разбираться. Либо в компьютере это дело, либо в картах памяти. Не знаю. Не дергается, а в какой-то момент зависает. Пишет, что проигрывателям не удалось воспроизвести. Может, другой проигрыватель воспроизведет. Если там... Ты знаешь, они как-то меняются. Я вот с этим гаишником пробовал, у меня не получалось просмотреть. Еще раз попробовал, не получилось. С третьего, с четвертого раза получилось просмотреть. Я не знаю, это либо в компьютере какие-то проблемы. Не, не на всех. На некоторых вроде. Так нет, я же уже перекинул это все на ком. И запускаю я же не целиковое видео, 128 гигов. А оно 2 гигабайта весит, 2,5 гигабайта. Отрезки по 10 минут. Ну, да-да-да, там 4-5-7 секунд останавливается. Не знаю, короче, будем смотреть, что получится. Очень хотелось бы, чтобы получилось. Да, созвонимся, Вечер, помню, что. Регистратор? Ну, не знаю, может, позвонишь пока в техподдержку, или ты уже с этим вопросом звонил. Вечер. 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 Ну ладно. Ну вот так, сведения, сейчас остановились на этом, на ремонте дорог, там либо светофор, либо... Да, да, уже все, уже по-примому. Ну, до этого места еще дольковато, на самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 какой-то, но могу сказать, что его сейчас ремонтируют. Ну, лучше бы они его расширили. Чтобы форы справа ехали, чтобы не тащиться за этими фурами. Они в горку подняться не могут. И едешь за ними 20 км в час. Пять. Ну, ты знаешь, я я на самом деле в этом на перевале нигде не стоял. И надо сказать, довольно-таки мало было затруднений таких, где там 20 км в час, 40 км в час были, конечно, они, но не так много в этот раз. Может быть, часть машин уже потом на ночевку остановилась. Я же заканчивал перевал, заехал в светлое время суток, заканчивал уже и около 10, наверное, по местному времени, и было темно уже. Сейчас лицо ноги. Ну, тогда, знаешь, тогда в машине не очень комфортно. Я так делаю на стекло, когда перебрасываю видео, чтобы охладить все это. Потому что это действительно нагреется. зря, зря. Зря. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Впереди Новосибирск... Продолжение следует... Прямая, ровная... Создается впечатление, что она бесконтрольная... Это ошибочное представление... Много видеокамер... Фиксаторов... И превышение скорости... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...